Игра напряженная была, обоюдно острая. Я думаю, сегодняшний результат, он результат того, что допускали простые где-то ошибки, в таких ситуациях, когда не должны были пропускать. Соперник сегодня меньше допустил таких простых грубых ошибок, мы допускали их. Одна из них была реализована, создали мы тоже определенные моменты, тоже не реализовали, но с победой хочу поздравить. Конечно, я очень рад трёх очках, потому что играл из лучшей команды в Казахстане, не только на данный момент. Конечно, великолепная история о команде. Может быть, кто-то другой последние два года выиграл Казахский чемпионат. На мой взгляд, это Актобе и Тобо, что касается точки зрения футбольного качества лучшей команды. Что касается самодачи игры, тактической, как бы зрелости, конечно, мы допустили от ошибок. Конечно, моменты были в октябре, но мы забыли прекрасный гол, где хорошо прессинговали, в ветерях в Момосисе, и Олег забил хороший гол, который решил всю игру. Конечно, игра напряженная была, я думаю, что болельщики довольны, конечно, наши побольше, потому что на такой футбол всегда приходит побольше болельщиков, и я надеюсь, что придет и время, когда добиваемся того, что трибуны будут быть компольнее, потому что этот город и эта команда дослужит. Конечно, мы еще на длинном пути, это только сегодня одна победа, конечно, которая много значит в этом чемпионате для нас, не только в таблице, но и в уверенности команды. Это, конечно, должно сказать, что и благодаря тем условиям, которые Калосфором сейчас позволяют и держат нам спину. Просто будущее светлее, и мы хотим добиваться таких результатов, которые ждут болельщики, которые великолепны. Спасибо всего за внимание. Пожалуйста, на сколько вы связали с драмой вездок нереги? Ну, там микронадривные вещицы задние, еще неделю минимально готовить. Будет уже бегать по кругу легко, но если успеет игру на въезде, вверх ищет. А мне радует, скажите, пожалуйста, вчера мы можем снять определенное прощение общественности, да, у качества действия с шептером, как сегодня у качества действия? Спасибо. Я уже говорил, что я не хочу вмещаться в судейскую бригаду, в судейскую работу. Я сказал, что... Нет, на судейство ни слова. Я сказал, что такую грубую игру, как было в Шептере, еще не видел. Поэтому нужно решить эти моменты, посмотреть видеопросмотр из этого. А пусть решит федерация. Я не хочу вмещаться в судейство. Это не моя работа. Это тренер. Поэтому сегодня судейство нормальное было. По-моему, на мой взгляд, не то, что мы победили. Это судья судил нам в Таразе. Я после матча поблагодарил. Мы проиграем 2-1. Судил так, как сегодня. Так, как судил и должно. Вот, мы закрали летнее трансферное окно. И хотелось бы знать, сколько позиций вы будете в этом году? Ну, сейчас мы еще решаем. У нас 30-е число есть. Потом трансферное окно 14-го открывается. 12-го, вернее, 14-го. До 30-го числа мы играем комплектом игроков, которые у нас есть. Хорошо. Но какие позиции вы хотели бы укрепить? По-хорошему, каждую позицию хотелось бы укрепить. Но это маловероятно. Я думаю, одну-две позиции, если получится, прежде всего в атаке, в атаке где-то, может быть, в центральной части поля.